привет друзья еще раз вас всех приветствую ночные посиделки в 12 часов ночи кто не спит заходите в мой эфир я только что приехала с киноцентра поехала поиграть в боулинг но почему-то сегодня нам не повезло все дорожки были заняты пошли на каток а там дети только катались пошли короче в кино ничего нормального посмотреть не удалось но в итоге мы все равно попали на фильм вот оказался бредовый пошли покушать лапши такая была невкусная что мы просто отодвинули тарелки эти пачки коробки и сказали мы есть не будем в общем сегодня какой-то странный день и поэтому чтобы не отчаиваться не ложить спать в грусти и в печали надо повеселиться с вами здесь в эфире и о чем-то с вами поговорить кстати идея такая только что пришла в голову может быть если кто очень хочет поболтать в прямом эфире давайте сделаем коллаборацию и с кем-то вместе поболтаю предлагайте свои кандидатуры прям вылазка говну какой-то ну да это из моего запроса на эфир ненадолго можно кого-нибудь привлечь сюда со мной поболтать если хотите конечно вот а можем без кого-то просто с вами буду читать и что-то озвучивать давайте что-нибудь придумаем нас 43 человека и нам нужно сделать этот день чтобы он закончился хорошо так было на твоем разборе очень легкие а очень легкие свои чувства легкие прям теплые были так и не разобралась почему я тоже не знаю легкие для чего нам нужны легкие я помню сдавала экзамены по биологии в девятом классе мне попались легкие там легочные пузырьки легкие состоят из этих пузырьков где а чё делают легкие фильтруют так давай со мной кто тут просится со мной а нету предложения выйти в эфир есть только помахать 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 и все легкие нужны чтобы курить очень неплохой ответ так нам нужно с вами какую-то тему придумать чтобы повеселиться и нам было ржачно весело вот и чтобы день не закончился так блевотно как у меня он сегодня произошел так почему как попадает на твой эфир смотрю на маникюр на свой вы смотрите или на мой уточняете я не знаю как запросите выйти и войти но где-то вы должны нажать кнопочку присоединиться к эфиру предложить свою кандидатуру не знаю разбиратель настройках только что хотела посмотреть эфир в записи а тут прямая трансляция ну да я сегодня что-то ударилась в прямые эфиры уже вторая трансляция я еще не могу тему придумать люди подсказывайте о чем мы будем говорить я вышла чтобы повеселиться у меня видите постельная сцена здесь я на кровати давайте предлагайте кто хочет в эфир или подавайте вопросы какие-нибудь что 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 можно придумать просто на меня смотреть такую красивую не интересно надо же еще о чем-то говорить давай карты не не карты не хочу к ним какое-то отвращение наступило в какой-то момент когда я начала по ним разбор делать а потом наверно просто надоело было очень много разборов онлайн ну да онлайн в личке так поболтать о самых стрёмных вылазках после этого обычно волна кайфа ну да вылазка у меня сегодня была стрёмная так о к нам наконец-то пришел запрос на присоединение сейчас тема день который странный то ли зеркали то ли весна то ли люди сходят с ума давайте про мужчину меня много претензий к ним как их полюбить а вот мы сейчас эти темы вместе и разберем у нас девушка присоединяется сейчас делая вот которая очень хотела выйти со мной в эфир мы сейчас познакомимся привет привет представься я анаит мы с тобой знакомились новороссийске ну мы то да люди нет я с новороссийска меня зовут анаит а лучше у тебя хороший вопрос тут все спрашивают давайте поговорим про мужчин как их давать я не люблю есть какие-то идеи предположения да идея есть пока себя не полюбишь мужчину невозможно полюбить и ты этот момент когда стала это говорить девушка пишет нахрен мужчины себя люби потом уже на себя надо сначала любить сто процентов миллиард как себя полюбить делать что хочу не делать чего не хочу отлично как это сделать если куча шаблонов мешает делать что хочу потому что есть стыд чувство вины чувство долга еще мы очень сильно боимся не понравится закидать помидорами как с этим жить хороший вопрос по-разному я допустим у меня была такая ну такое время да жизни что у меня там тоже очень много всяких должна надо там и так далее ну вот я как-то у меня получалось как-то половина делегировать половина ну пока временно да там еще как-то делала потом постепенно постепенно видать менялась мое внутреннее состояние и менялась реальность и на данный момент у меня практически ну практически не полностью конечно но практически не осталось тех дел которые мне надо делать и которые я не хочу я просто а как ты плачешься со стыдом ну ты знаешь если честно я на него давно забила блин ну это самая идеальная вообще потому что с ним бесполезно бороться это бесконечная хрень и сколько бы с ним не боролся борьба всегда порождает борьбу начинаешь потом чувство вины испытывает что ты там кого-то там типа родителей предаешь или там еще что-то если допустим касается семейных каких-то нюансов да там папа мама там такие которые но не могу и отказать да не потому что там считаю что должна потому что я их люблю я хочу как бы им помочь там как бы я ну получается что я не из надо уже иду а я из любви иду да из любви иду а когда получается что когда-то мне говорят что надо я все время начинаю спрашивать кому надо вот кому надо кто-то делает а если мне это типа надо то это уже не надо это уже хочу ага и вот так как то прям у меня такой момент все спрашивают и вот как раз таки давай с тобой обсудим я пост недавно писал как раз мне не по импульсу да я читала я например хочу что-то сделать красивое тело хочу но чтобы иметь красивое тело мне нужно ввести привычку его поддерживать соответственно там делать зарядки делать упражнения бегать каким-то спортом заниматься масочки ну то есть его поддерживать потому что если ты с ним не работаешь оно увядает правильно потому что телу тоже нужно движение и многие основаны на вот этой теме что телу нужно движение тот же этот лифтинг который вот как это называется когда ты делаешь фейс фитнес да фейс фитнес или на тренировки ходишь телу постоянно нужна какая-то движуха то есть чтобы его нам мяли разминали то есть это привычка а я не хочу это делать мне не по импульсу вот как ты думаешь это мое желание это тело поддерживать заставляя себя делать те вещи которые я не хочу или все-таки мне не по импульсу не надо мне это делать ты знаешь мне кажется здесь стоит вопрос приоритетов если у меня в приоритете стоит я и мое тело то мне не приходится заставлять а если у меня в приоритете стоит допустим убеждение что мне это нужно типа сделать чтобы я была там какая-то красивая там нужная сексуальная и так далее тогда естественно я буду искать ну я вот про себя просто говорю у меня тоже есть такая фишка что я буду искать миллион причин лишь бы этого не сделать но думая что я это хочу делать тут как бы если я хочу действительно мне не приходится себя упрашивать заставлять там что-то объяснять себе а если как бы мне приходится это делать то это не мое желание это какое-то навязанное убеждение что мне это нужно мне это будет хорошо мне это как бы поможет чем-то и так далее потому что я можно руку подниму такая же привычка вот я например ненавижу заниматься спортом и для меня заниматься постоянными действиями там того же фейс-лифтинга фитнеса фейс-фитнеса заниматься спортом или еще что-то это вообще такая рутина я себя заставляю но я хочу поддерживать красоту и молодость не будет ли это шаблоном не вот ты говоришь есть шаблон поддерживать идеальность это типа шаблон ну его нафиг пускай там тело увядает может быть шаблоны как раз таки наоборот не в этом а шаблон лени шаблон лени по импульсу то есть как сказать вот я не хочу может быть это шаблон что я не хочу и я просто ищу от маски не заниматься собой я просто не знаю как это выразить вот когда я не хочу заниматься собой у меня сразу ой у меня нет времени ой это же надо что-то делать ой короче миллиард отмазок мне кажется вот все вот эти отмазки на пути к моему реально истинному желанию иметь здоровое красивое тело но это же нормальное желание поддерживать замечательное замечательное желание но оно так с тугом уйдет ну это миллиард отмазок и на каждую отмазку я могу сказать мне это не по импульсу аналогичная ситуация но мне кажется что это просто отмазки и шаблоны надо работать над собой и действительно ввести в графику привычки дисциплина тут нужна дисциплина для начала то есть все таки дисциплина нужна правильно да конечно контроль над собой контроль над собой да именно контроль причем это единственный контроль который нужен это контроль над собой а не над другими и не над другими какими-то ситуациями у меня такая же тема вот 100% не зря я попала на эфир у меня точно такая же тема и фейс фитнес и как бы тренировки я как бы всей душой этого хочу я очень этого хочу у меня там куча упражнений я там закачала и в телефон и в компьютер куда только могла лишь бы они у меня там поближе к себе но сделать их у меня ну это просто жесть вообще мне кажется что на пути к своим желаниям нужно себя пинать и заставлять но когда ты себя пнешь когда ты натренируешь какую-то некую привычку хотя бы небольшую потом идет как по маслу то есть ты знаешь что я заметила то есть покатился его нужно пнуть а потом только да только нужно начать главное начать когда ты начинаешь вот именно вот момент вот у меня есть мячик вот такой видишь вот у меня прямо на столе он лежит на письменном я постоянно как бы когда я разговариваю там когда он у меня перед глазами я его вообще даже не осознаю беру и делаю а расскажи что за мячик можно я тебя перебью я может обычный мячик стоит 90 там рублей что ли спортмастере такой он резиновый но он чуть-чуть такой ну чуть-чуть сдутый но как раз для лица вот я сижу вот так сижу по телефону говорю на эфи но тем не менее и да и просто его вот как фейс фитнес тот же он очень хорошо потягивает он достаточно мягкий для лица но достаточно твердый чтобы чувствовалось это все 100 рублей ты не поверишь у меня есть два таких шарика но я их кладу в стиральную машинку и стираю одежду я не знала что можно вот такие прям да вообще очень вот попробуй прям тебе понравится я уже несколько человек присадила на него и он такой вот знаешь прям вот лежишь сидишь за столом там компьютер да там телефон он такой и легкий и удобный и все вот это классная тоже штука хорошо давай еще вот такой момент я читаю начинаю я весело с мотивацией ну мы все начинаем весело с мотивацией блин любое наше желание мы такие о загорелись месяц проходит все потом тюлень потом ленивый время снова начать и продолжить уже никак как поддерживать что делать что делать я думаю можно например можно например взять какую-то картинку повесить какие-то ну себе не знаю красивые да какие-то красивые себе купить там спортивный костюм тот же который ну вот я допустим на что бы я повелась да вот какие-то такие причиндалы купить вот интересный хороший костюм такой для тренировок вот я честно говоря спортзал не очень люблю я после твоего марафона я пошла на танцы на пилон ой не на пилон на этот стрипдент вообще прелесть хотя я там ну как буратино вообще первые там месяц два но тем не менее мне очень нравится и туда вот я иду мне кажется можно знаешь как вот варьировать не именно спортзал а именно какое-то такое развлекательное чтобы оно было в том числе либо меня мероприятие да либо менять ну менять тоже надо как бы на что будешь менять спортзал на что на аэробику аэробику на танцы танцы на бег или что менять ну да почему нет бассейн например не надоел начала бегать потом на велик села потом ну и так можно если переключаешься если переключаешься то можно да можно и можно по-разному было бы как бы желание по-хорошему то есть я просто хотела обозначить тему которая постоянно сейчас вот возникает в принципе у подписчиков постоянно один тот же вопрос мне не по импульсу да и тюлень не просто тюленится блин ну это лень ребят лень конечно это обмазка нужно что-то делать для этого желания ну нельзя просто ждать у моря погоды потому что желание то исполняется от вашего движения а не от того что а ты знаешь такую концепцию вот допустим я давно давно еще читала мне прям так запала в память Джоди Спенза когда вот этот сверхъестественный разум у него книжка есть такая очень конкретно толковая наша квантовая физика и там он приводил примеры как он тренировал делал три группы людей подопытных и с одними он значит они ходили в спортзал я что вспомнила они ходили в спортзал делали им сначала всех замерили там объем мышц все вот эти параметры сняли одна группа ходила в спортзал другая группа что-то там она ну дома сидела и типа представляла что она делает а третья группа она вообще ничего не делала она просто в уме визуализировала как они идут в спортзал как они качают как они усилия определяют короче первая группа первая группа там она у них по моему на 70 процентов что-то увеличились или усилились мышцы я не помню какими именно параметрами они там оперируют вторая группа там у них чуть-чуть совсем что-то поменялось а третья группа которая просто дома сидела закрытыми глазами по 15 там или по 5 или по 15 минут в день они там визуализировали как они в этом стали какие-то именно упражнения специализированные делают они там одинаковые типа делали у них на 25 процентов усилились ну усилились мышцы сила мышц вот эти параметры просто просто визуализируя понимаешь поэтому можно даже с этого в принципе начать если я вот не мастер визуализации всегда трою визуализацию вот но помощь может быть как дополнительное что-то потому что люди которые считают что одними визуализациями насытятся что-то блин ну кто-то пробовал я тут экспериментальная группа просто реальная группа экспериментальная что ты визуализируешь визуализируешь какую-то мечту желание свое у этого забыла как еще про визуализации кто у нас какой автор писал вот фильм секрет и еще кто а да их там целая куча в секрете оно сбывается да но потом тебя бахает по башке какой-то хрень то есть потом оно не работает и становится типа ты продавливаешь в этом в одном а у тебя с другого где-то уходит и как бы да и с этой точки зрения если рассмотреть я тоже раньше занималась лет так 15 назад визуализацией у меня все сбывалось мгновенно вот и сейчас это не работает но я потом пожинала плоды такого ужаса и как бы я сейчас а с чем это а с чем это ты связала например вот что именно те желания нарушение баланса какого-то именно те желания которые я исполнила они просто вышли мне именно эти желания боком для чего я этого хочу ну блин тогда это 15 лет назад ну потому что я не понимала зачем мне эти желания нужны были и я столкнулась со всеми последствиями которые из-за которых я не хотела изначально чтобы это сбывалось вот поэтому с визуализацией надо быть осторожным ну я допустим вот визуализация для меня это знаешь что не то что там вот я мечтаю что у меня там что-то есть как вариант например представить ту желаемую свою реальность самую лучшую самую наилучшую там реальность и свою в этом состоянии ты же получается генерируешь потом вот эти вот ну ты находишься на этих эмоциях в этом состоянии и ты же их и отдаешь и получается что ты их ну как бы транслируешь а ты получаешь то что ты транслируешь и оно тебе в принципе ну как бы должно возвращаться но она как бы теоретически и возвращается как бы наверное не только теоретически просто я еще на пути только в этом на начальном но почему наши желания не сбываются которые мы умом себе хотим как ты думаешь ну потому что у нас есть другие желания подсознательные которые мы не хотим чтобы они сбывались которые противоречат этому желанию которые мы не хотим чтобы она сбывалась да да и этих желаний которые противоречат обычно в 10 в 20 в 30 в 50 в 100 раз больше чем это одно желание которое мы хотим и представь что мы на визуализировали вот это желание все 100 тех желаний которые нам не нужны навалились жопой ну да получается если у нас этого нету то значит мы этого не хотим по-хорошему хотим не иметь ну хотим не иметь да больше не хотим нежели хотим из-за каких-то причин последствий которыми мы не готовы вырастать но если эти последствия проработать заранее поняв почему вот этого мы боимся вот этого боимся как это решить то есть выписать список противоречивых желаний решить их просто взять и решить тогда то желание там же еще есть убеждения там же еще убеждения есть на основании которых это вообще да это вообще конечно отдельная тема убеждений так на самом деле знаешь я сам еще раз я хочу на самом деле я с каждым днем мне все интереснее и интереснее вот в это все во все в этом разбираться вот в этом во всем как-то вот вникать в это во все знаешь там не сразу получается отслеживать но с каждым днем все лучше и лучше я как бы могу в себе это да там мысли свои отводить или там какие-то вот эти желания ага почему а для чего мне это а зачем именно столько интересно я вот смотрю на все это и думаю господи какое счастье что мы живем в это время где есть такие знания которые позволяют вообще в принципе в это вникнуть по-хорошему вот так и когда знаешь еще мне что смешно так когда начинаешь допустим кто-то тебе начинает жаловаться жаловаться ты вроде как не хочешь этого слушать но не хочешь грубить и говори слушай а для чего ты этого хочешь ага и такая знаешь тишина ты что что-то типа гонишь как я могу этого хотеть ну ты напиши там себе где-нибудь мне не надо говорить ты себе там где-нибудь напиши мне не надо это рассказывать зачем ты мне это рассказываешь чтобы я тебя пожалел нет чтобы я тебе помог нет а зачем ну не знаю ну просто ну вот просто говорю тебе это нравится нет ну так напиши люди знаешь сначала так ну как на дуру на меня смотрели да всегда но на меня последние десять лет так смотрят как бы я что у тебя твоя эта шиза короче шизотерика твоя да секта секта а сейчас ты знаешь я когда начинаю вот так смотреть мне говорят ну да да я знаю что я этого хочу я знаю и как бы ну потому что сейчас уже каждый второй об этом говорит да Путина об этом говорит а да я телевизор не смотрю не знаю а я в сторис выкладывала у меня он сохраненный в хайлайте там лицо Путина и он прям говорит что наш мир это зеркало и вы в других видите только а я у тебя и смотрела точно я у тебя и смотрела смотрела это я и не только он вообще сейчас каждая вторая звезда даже об этом говорит всем очень нравится прекрасно все рекомендуют визуализацию только Нелли говорит что визуализация крадет твое будущее да не то что крадет твое будущее крадет будущее это в переносном смысле метафорически вы просто столкнетесь с последствиями которые вам не то что там нежелательно вы вообще от них бежите не хотите эти последствия вам придется с огромной жопой столкнуться и мы как раз проговорили об этом что жопа на настигнет противоречивые желания тоже же исполнится конечно и это все объяснимо это не эзотерика какой-то это чисто практика логика очень понятно я не знаю как это объяснимо но это реально работает оно может быть необъяснимо но в то же время работает почему вот я хочу допустим дома у меня его нету почему я предположительно не хочу его ну потому что я люблю путешествовать по разным странам у меня дом сейчас будет стопорить надо им заниматься надо следить за ним и у меня будет привязка к месту а я не хочу привязываться к месту потому что мой мир весь дом это мой мир и я люблю путешествовать из страны в страну хорошо сейчас коронавирус я хоть отдохнула немножко вот этот дом меня бы привязал но если я сейчас его действительно получу с путешествиями не просто там я как-то завяжу я буду путешествовать но не в такой как раньше свободе то есть желание сразу тоже исполнится то есть я перестану путешествовать вот так как я это делала ну в другом состоянии короче из-за чего еще не хочу дом масса причин масса потому что я не могу определиться что там я хотела в небоскребе в лофте там наверху или как это правильно лофт хотела там уже и у меня уже мечта это порушиться когда будет дом ну и так далее то есть как бы если спрашивать о противоречивых желаниях можно десятки просто накопать на каждое желание почему я хочу это не иметь люди которые полные да у них есть десятки причин почему они не хотят худеть и им придется столкнуться потому что полнота для многих женщин это защита от мужчин защита от внешнего мира это ну там веса придает важности придает ну понятно это там в том числе там вторичный выгод очень много вообще в лишнем весе да в лишнем весе до хранища ну и плюс лишний вес еще и сигнал там определенный о том что мы в себе столько подавили и мы вообще защищаемся постоянно чтобы люди не так бог не подумали не увидели что я плакала что я переживала что мне было плохо мы же всегда натягиваем улыбки мы такие все ой я последнее время вообще меня где настигает там и это так все мне все равно уже так вообще по кайфу он лучше сейчас про похудение похудеть похудейше качество тела будет оставлять желать лучшего за 40 дней кожа подтягивается вся смотри как похудеешь за 40 дней кожа вся подтягивается практически то есть я похудела на 5 килограмм я похудела за одну неделю я на 5 килограмм похудела за одну неделю вот буквально в сентябре все повисло у меня ну лицо все руки все как бы тело прошло как бы ну наверное ну месяц ну два может быть вес остался тот же а кожа потянулась отлично есть еще варианты сделать операцию если там совсем уже вот такие вот гусеничные ну если на 100 килограмм похудеешь тут наверное да только это станяться с собой зарядкой на самом деле решить противоречивые желания можно сразу подошли ко второму вопросу что нежелательных последствий куча но если мы их заранее определим выпишем уберем эти все страхи уберем эти шаблоны поймем как можно решить последствия то в принципе нашему желанию уже ничего мешать не будет для его исполнения потому что мы его не исполняем не из-за того что оно не может исполниться из-за того что мы держим чтобы оно не исполнилось оборону оборону держим держим оборону да мы себя прям заставляем и блокируем от этого желания чтобы оно не исполнялось всяческими способами как только мы отпускаем это все потому что понимаем что последствия нам уже не страшны мы уже не держимся оно спокойненько осуществляется так про мужчин вот мы полюбили себя мы чувствуем себя понимаем чего мы хотим делаем что хотим дальше как полюбить мужчину если мужчину не нравится что делать никак а хочется любви ласки если он не нравится другого полюби который понравится а если никто не нравится ну ненавижу я мужиков потому что они сделали очень-очень много гадостей в моей жизни каждый раз когда я встречалась с мужчиной он либо был обманщиком изменщиком делал больно бросал там это в себе надо искать у меня такая тема недавно была когда себя предаешь предают тебя другие когда себя не уважаешь не уважают тебя другие когда себя не ценишь прогибаешься они ценят и прогибают тебя другие истину глаголишь и все и как бы ничего ты с этим не сделаешь никак если ты себя ценишь ты себя уважаешь любишь не как сказать не не жертвуешь собой надежде на то что тебя кто-то там что-то оценит или там вернет тебе что-нибудь с другой стороны да это вообще бесполезная затея это не работает если ты себя чем дальше тем больше загоняешь вообще в такие блудни ну просто я недавно у меня был такой опыт что я и то и то хорошо ладно это хорошо и то хорошо и то хорошо пока мне вот так не сели вот так не навалили и сказали ну блин а я потом только в тему вошла что причина во мне я просто охренела от осознания того что я сама сама я это себе вообще сформировала в жизни и все и все стало на свое место сразу я просто вот так чик и прозрела и реально я поняла что он то не виноват он просто мне показывает то что я годами от себя прятала закрывала там не хотела с этим мириться там признаваться меняться ну короче вообще делал вид что это не я в своих слов это нужно признаться себе что все манипуляции этих мужчин просто отражали мои манипуляции к самой себе сто процентов да десятка вот смотри тут у нас получается два вопроса первое как сделать чтобы мне начали нравиться мужчины если я смотрю на всех мужчин мне никто не нравится и с другой стороны как найти себе мужчину чтобы я тоже понравилась и я на второй вопрос сразу отвечу а первый тогда ты давай так ну давай как нравится замечательный эфир замечательный эфир шикарный одни слюни слов нету конечно все эфиры классные у меня и каждый раз все говорят блин самый классный эфир каждый раз самый классный вот чтобы нравится мужчина мужчинам вот ты начала говорить я как раз дополню ты говоришь что им не нужна вот эта вот вся муси-пуси там все в них все для них нет мужчинам нужна только счастливая женщина только счастливая женщина которая не заботится о мужике не заботится там о его маме и родных не строит из себя маму для мужа она просто офигенно счастлива сама собой у нее есть свои дела своя работа свое хобби она занимается собой и она всегда радуется то есть радуется это не значит все время улыбается как стюардесса нет та которая счастлива от того что она творит делает и имеется ввиду она гневается да и она позволяет с радостью это делать она хочет орать она позволяет себе кричать орать и бить посуду она разрешает себе death вот лёгкой собой. Лёгкая — это не та, которая воздушная такая, улыбается всем. Нет, лёгкая — это которая хочет там, я не знаю, крушить. И легко это делает. Легко позволяет себе любые эмоции. Легко позволяет себе идти по своим желаниям. Не заботясь о своём мужике. Но когда она вот так счастлива, мужик рядом король. Он себя чувствует хорошо. Он никогда не уйдёт от счастливой женщины. Почему мужики всегда пытаются от хорошей женщины, которая варит борщи, убирается бесконечно, и вся такая в бегудях, уже утолстела вся с детьми в какашках, и она бесконечно пытается этот уют сделать. Всё для всех, а себе... Только не для себя. Любовницы. Вот эта женщина, которая постоянно следит за всем вокруг, чтобы всем всё было хорошо, забыв о себе при этом. Я не говорю, что следить за семьёй, за бытом, это плохо. Нет. Счастливая женщина будет о себе не забывать просто. Делая, конечно, там то, что ей там нравится, и в том числе уютного недома. Но он уйдёт к любовнице, которая занимается собой. Правильно? Сто процентов. Вот. А теперь другой вопрос. А что делать, если мужике не нравится? Что это говорит нам? О чём транслирует? То есть я знаю, как привлечь мужика, а мне никто не нравится. Всё. Я знаю, тут быть счастливой, заниматься собой, ну вот мужики вообще никак не нравятся. Нет таких умных и классных, как я. Ну, я так предполагаю, да. Возможно. Возможно, я... Мне не нравится то, что я делаю в этой жизни. Возможно, какие-то мои действия, моё проявление, что-то не то, чтобы... Ну, что идёт от души. И как это... Ещё раз. И как это связано с мужиками? Ну, получается... Ну, как получается, да? Если наш внутренний творец, это мужская часть. Проявленная вовне. Проявленная вовне, да. И то, что тебе зеркальное, ну, как бы, отражение, да, мужчины, которые тебе не нравятся, значит, по определению получается, что то, что ты проявляешь в мире, тебе, походу, тоже не нравится? Или кому-то... Нет, тебе не нравится. Не кому-то. Тебе не нравится. Я правильно размышляю? Я просто сама не знаю, если честно. Это так... Умодоключение. Нет, я не про тебя говорю. Я вообще говорю. Я не про тебя, я не про себя... А мне так мало, кто нравится, если честно. Вот если честно, мне тоже. Если честно, мне тоже. Причем даже дело не в деньгах там или каком-то финансовом уровне. Даже не в этом. А просто вот комплекс осмотришь на мужчин, ну, пусть меня мужчины простят. Может быть, у меня внутри такое, что я вижу так вот так, что... то, что я вижу, мне не нравится. Возможно, это мой внутренний творец, который там хромой на обе ноги, кривой косой, который мне как бы отражается в мире, да, и он мне не нравится. Это как вариант, ну, как бы так, скорее всего, так и есть. Но вот, что я вижу, мне вообще ничего не нравится. То есть я не могу найти мужика, потому что один какой-то неумный, другой какой-то несексуальный, третий слишком старый, четвертый не слишком... Четвертый колхозник. Ну, короче, да, да, типа того. То есть у меня высокие запросы, вот. А те, которые нравятся мужчины, я недостойна их. Ну, это у многих так в голове. Ну, типа не дотягиваю, наверное, да. Типа не дотягиваю, да. Вот что с этим делать? Хороший вопрос. Шикарный. Что с этим делать? Давай еще публику попрашиваем. Ребят, пишите комментарии. Давайте, да. Может быть, вы нам мне подскажете? Я, конечно, сама не могу найти ответ. Я хочу сказать, да, чтобы всем стало понятно. Ну, хочу вот эту тему раскрутить, чтобы вы поучаствовали. А то что, я опять пришла, выложила тут такая, все. Вы послушали, и у вас утром амнезия, вы не помните. Но если вы рассуждаете, то вы хотя бы это запомните. Так, себя. Понять каким есть. Ну, можно же бесконечно себя подтягивать. Насколько можно этим самокопанием заниматься? Хочется реально уже быть легкой. Уже просто хочется наслаждаться жизнью, а не сидеть там, вот крутить, блин, что я еще в себе не доделала? Я ж опять не идеальная, нифига. Я с багами вообще богиня недоделанная. То есть, мне надо все вот доделать себе. То есть, я вам сейчас подсказываю. Это была подсказка. Претензии уберите. Вот, круто. Тоже хорошее, да, да. То есть, когда я не дотягиваю, психологи что говорят? Иди и дотяни в себе это, да? Да, крути, да. Докрути. Алло, не надо этого делать. Вы то, что будете дотягивать, это же вы просто маски будете одевать, а ваше, естественно, нутро, он уже никуда не одевается. Мне кажется, знаешь, как можно это, ну, не то, что это можно, вообще, в принципе, все можно в своей жизни. По пути наивысшей радости, когда ты делаешь то, что тебе доставляет удовольствие, когда ты кайфуешь от этого, все снаружи начинает тебе поддерживать свое состояние и подтверждать свое состояние. Если ты в каждый момент своей жизни, ну, это в идеале, да, это, конечно, нужно этому учиться, стараться, стремиться к этому, но ты, если я, допустим, каждый момент своей жизни буду фиксировать свое внимание на том, что меня радует, что меня наполняет, что я хочу делать, да, от чего я кайфую, то, ну, по определению априори весь внешний мир начнет мне это зеркалить, и в каждом мое действие, действие, да, это же, получается, мужская функция действия, и вот эти действия, они будут отражаться в том числе и в лице мужчин. продолжаем. Спасибо.